Военное обозрение Рядовой Творец Победы Вчера, 6.58 Рядовой Творец Победы В годы Великой Отечественной войны расположенная на Западной Украине Полесье, где родились и выросли мои родители, я, мои сестрички Рая, Мария и Тамара, стала партизанским краем. Уже летом 1943 года украинские партизаны совместно с белорусскими партизанами расширили свой край Сарны Рокетно-Лельчица Овруч-Алевск до площади 1875 КВ. КМ в пределах Олевского-Вруч-Ельск-Мозырь-Петриков-Сталин Рокетно-Сарны. На огромной территории уже не партизаны, а сами оккупанты находились как бы в окружении партизанских сил. В Олевском, Рокетновском и Сарненском районах, где прошли мое детство и юность, нацисты провели несколько крупных карательных операций против партизан, в ходе которых сожгли десятки деревень. Так, 26 декабря 1942 года в Рокетновском районе полностью было сожжено село Будки-Каменске. 356 жителей были расстреляны и заживо сожжены в здании сельской школы. Тогда же было сожжено соседнее село Вайтковичи, ныне Каменное. Здесь каратели не только сжигали и расстреливали людей. Они руки и ноги жертв прибивали гвоздями к стене хаты и поджигали ее. В Олевском районе карателями было сожжено 14 сел. Самое известное из них – село Копище. Здесь 13 июля 1943 года в ходе операции под кодовым названием госпожа Хельга, княгиня Ольга, которой руководил заместитель Гауптштурнфюрера Гюнфхер, каратели заживо сожгли около 3000 мирных жителей, из них 1347 детей. Моя тетя Нина, которая на то время была 13 лет, рассказывала, когда отец был в партизанах, через село Мушне, где мы жили, проходили немецкие каратели. Зашли и к нам в хату, спрашивают маму, где отец. Она отвечает, что в поле работает. А мы – тетя Мария и моя мама. МП, маленькие были, с испугу залезли на печь, я – с краю. Один немец заглянул на печи и машет мне пальцем – ком, ком. И дает мне такие гарные польские бусы. Я обрадовалась. А когда они ушли, мама говорит, ну-ка, дай, я гляну. Взяла их и да в печь бросила, так они и сгорели. Я в плач, а она говорит, не реви, может, кого на кол посадил и снял я убитой. В соседнем с Мушнами селе Купель, на стыке Олевского района Житомирской области и Рокитновского района Равенской области, базировалось второе молдавское партизанское соединение под командованием майора Якова Петровича Шкрябача. Вокруг базы молдавских партизан были небольшие, затерянные в болотах села и хутора Беловеж, Блажева, Березовая, Глиная, Жоржевичи, Золовье, Каменная, Карпиловка, Млынок, Мушни, Астки, Сновидовичи, Старое село и ДР. Именно из них набирали свои силы партизанские отряды, готовившиеся к рейду в Молдавию. В своих мемуарах «Дорога на Молдавию» Яков Шкрябач вспоминал, что из сел преимущественно Рокитновского и Олевского районов было мобилизовано около 200 партизан. Он писал, при подготовке соединения к рейду на Молдавию бойцы не могли понять, мол, все говорят, что мы молдавские партизаны, а даже командир, не молдаванин. При организации отряда имени Ворошилова мы разъясняли принятым в отряд партизанам, почему молдавский отряд вынужден формироваться на севере Украины. Но это было тогда, когда в отряде насчитывалось 50-70 партизан. Теперь картина стала иной. Многие напоминали о несоответствии между названием соединения, его национальным составом и местом действия. Боец Яков Моисиенко высказал мысль, что мы не молдавское, а полейское соединение. Уходим в рейд. Молдавские партизаны совершали диверсии и взрывали мосты на Рокетно-Олевском участке железной дороги Брест-Киев и Ускоколейки-Остке-Смолин. Нападали на немецкие гарнизоны, устраивали засады, взрывали грузовые и штабные автомобили на шоссе, перерезали линии связи. К 1 января 1944 года, когда партизаны закончили блокаду участка железной дороги Сарны-Коростень, в соединение поступил приказ о выходе в новый рейд. Командиру 2-го молдавского соединения Т. Шкрябач, комиссару Т. Дроздову приказываю, с получением настоящего приказа всем соединениям выйти в рейд на оккупированную территорию Молдавии для выполнения ранее поставленных задач. Исполнение донести. Начальник украинского штаба партизанского движения комиссар госбезопасности Т. Строкач. Боевой товарищ и односельчанин моих дедов Ина Васильчук описывал мне в письмах, которые я сохранил, инструктаж командира партизанского соединения АПШ Крябача перед рейдом. Наши дела и наши задания дойти до Молдавии и взять город Кишинев до прихода Красной Армии. Дорога на Молдавию тяжелая, через Белоруссию, западную Украину, Закарпатье, но выполнимая. Воюй упорно, бейся до последнего патрона, а последний патрон, для себя, позади никакой подмуги нет. 7 января 1944 года партизаны вышли в рейд на Молдавию по западным областям Украины. В их рядах был и 20-летний Николай Примак вместе со своими старшими братьями Яковом, мой дед, и Максимом. А еще были десятки их двоюродных братьев, Шуринов и других родственников. Мой двоюродный дед Константин Иванович Трофимчук вспоминал, в Ельно, небольшое село в Рокетновском районе. МП, поп выходил на дорогу. Кто хотел благословиться, подходил к нему и крест целовал. Рейд народных мстителей по западным областям Украины проходил там, где никогда не было советских партизан. Леса были полны боявками, отрядами, украинской повстанческой армии. Все местное население их поддерживало. Боевые стычки партизан с бандеровцами были частыми. Только в районе Дубной и Кременец молдавские партизаны за несколько дней провели 8 крупных боев с украинскими националистами. В захваченных партизанами Ауновских документах бандеровцам рекомендовалось не мешать отходу немецкой армии, а если представляется возможность захватить у нее оружие, то делать это без боев. Указывалось, что в связи с поражением немецкой армии нужно ориентироваться на англичан и американцев. В связи с приближением Красной армии предписывалось вести решительную войну с большевистскими партизанами и большевистскими парашютистами, уничтожать мелкие группы разведчиков и отдельных партизан. Один из захваченных документов относился непосредственно ко второму молдавскому партизанскому соединению, в переводе с украинского – Дубенскому отделу УПО. Атаману Степ. По сведениям, с севера через Львовскую и Тернопольскую области пройдет соединение молдавских партизан. Количество – 400. Вооружены автоматами, пулеметами. Поручается вам уничтожить это соединение. Даем вам право проверить мобилизационную подготовку и боевую готовность вашего отдела УПО. Немецкие части на них не будут выходить. Воин отдел ООН. Демчук. 16 января 1944 года. Надо отметить, что силы Дубенского отдела ООН были большие. Он занимал территорию с Долбунов, Луцк, Броделанов, Цикременец. 10 полков, 1600 человек каждый мог по мобилизации поднять атаман Степ. Но партизаны разгромили дубенских бандеровцев и их штаб. Ими были захвачены важные штабные документы и пленены 18 крупных руководителей ЮПО. Бывший партизан Михаил Григорьевич Павлушенко рассказывал мне, мы думали, что бандеровцы, дурница, а чем ближе подходили к Бессарабе, тем бои с ними были упорнее. А как бой идет, то не поймешь, откуда бьют. Стреляют и зажигательными, палят села, где проходим. Гул, как из пушки. Оказывается, бандеровцев ставят в бочку винтовку и стреляют. В рейде за Дубровицей почти каждый день бой были с бандеровцами. Мы участвовали и в других делах. Кто-то показывает бандеровские схроны, а мы их раскапываем. Там все мешками с пшеницей и рожью ставлено, мясом, посюда, одежда. Мы все на фронт отправляли. Партизаны вели бой не только с бандеровцами, но и с немцами. В основном на железнодорожных переездах и вблизи крупных населенных пунктов, в том числе Луцк и Коломия. И полицаями. Муж моей двоюродной бабушки Просковьи и бывший молдавский партизан Филон Никитович Павлушенко рассказывал о партизанских диверсиях на железной дороге и равно Львов. Неоднократно молдавских партизан обстреливала вражеская артиллерия и бомбили самолеты. А перед форсированием реки Иквы, восточнее Дубна, на партизанских конных разведчиков напали немцы и бандеровцы. 11 молдавских партизан были окружены гитлеровцами и бандеровцами и несколько часов отбивались в сарай на хуторе Черешня, пока не закончились патроны. После этого оставшиеся в живых командир разведки Заровны и партизан Гриша Соловьев подожгли сарай и подорвали себя и врагов гранатами. Неудачная попытка бандеровцев. Ведя постоянные бои с немцами и бандеровцами, молдавские партизаны не смогли пробиться в Молдавию. Около 40 партизан погибло. В соединении было 56 человек больных и раненых, в том числе и брюшным тифом. Партизаны держали несколько десятков важных пленных и несколько вазов трофейных документов. Руководством украинского штаба партизанского движения, которому подчинялись молдавские партизаны, было разрешено им вернуться за линию фронта и сдать в Митсанбад больных и раненых. Как раз в эти дни фронт проходил невдалеке от дислокации 2-го молдавского партизанского соединения. Красная армия вклинилась в расположение войск противника между Ровной и Шепетовкой. Встреча партизан и красноармейцев произошла в расположении 287-й стрелковой дивизии вблизи Кременца. Здесь пути братьев Примак разошлись. Раненый Николай и больной Максим вместе с другими партизанами были отправлены домой на лечение, а Яков остался в строю. Через три дня партизаны снова перешли линию фронта. Опять начались бой с немцами и бандеровцами. Из села Плыску, район Тернополя и Подволоческа, отряд имени Будинова, где находился и Яков Дмитриевич Примак, выбил роту немцев. Оказалось, что рота оккупантов напала на беспечно расположившихся в селе партизан бригады Дьяченко из состава партизанской дивизии Шукаева и захватила в плен отделение партизан. Меньше, чем через сутки немцы перешли в наступление на партизан. Появились два вражеских самолета и начали беспорядочно бомбить села Кутысан, Буглов и Огрызковцы. Дивизия Шукаева оставила улинцы и, миновав молдавских партизан, ушла на запад, в деревни Печерну и Коростову. Соединение же Шкрябача продолжало держать оборону. А противник, приняв партизан за части Красной Армии, ведущий разведку боем, выжимал их за линию фронта. Партизаны держались еще сутки, но затем отошли. Второе молдавское партизанское соединение остановилось практически на линии фронта. Крупные силы врага стояли в 6-8 километрах от них. Немцы силами одной роты провели против партизану разведку боем. Вечером они силами уже двух рот начали наступление, которое было отбито. На следующий вечер к партизанам пробилась разведка 287-й дивизии Красной Армии. Ей были переданы детальные сведения о противнике на участке Тернополь под Волоческ. А днем 287-я стрелковая дивизия во взаимодействии с молдавскими партизанами начала наступление. Партизаны заняли несколько сел, указанные командиром дивизии. После боя партизаны на своем гужевом транспорте помогали красноармейцам перевозить боеприпасы. Затем партизаны занялись сбором оружия у реестровых бандеровцев, поиском складов УПА. За шесть дней было отрыто более ста складов. В них только зерна насчитывалось до ста тысяч пудов. Также были изъяты много белья, ткани, медикаментов, десятки бочек копченых кур, колбас, окороков, залитых топленым салом, а также бочки с соленым творогом, топленым коровьим маслом, салом шпик, подсолнечным маслом, сухарями, сушеным картофелем, луком, мешки с фасолью, крупой, лапшой. В схронах было обнаружено несколько ротаторов, пишущих машинок, тонны бумаги, радиоприемники, посюда и прочее. На краю села Малые Кускувцы молдавские партизаны захватили члена военцовета УПА Юхима Демчука. Тот подтвердил, что военное руководство ОУН с согласия немецкого командования решило испробовать мобильность и боевые качества УПА на вторым молдавском партизанском соединении без вмешательства немцев. Проба для них оказалась очень неудачной. Новые испытания. С 15 по 17 апреля 1944 года второе молдавское партизанское соединение, по указанию ЦК Компартии Молдавии, неоднократно пыталось перейти линию фронта для действия в южных районах республики. Несмотря на взаимодействие с 89-й стрелковой дивизией Красной армии в Бравическом и Теленюшском районах, попытки не увенчались успехом. Защищая румынские нефтепромыслы, немцы здесь сосредоточили огромные силы. На территорию оккупированной Молдавии удалось прорваться только конному партизанскому отряду Советская Молдавия под командованием полковника Якова Афанасьевича Мухина. Пешие молдавские партизаны, которые не смогли прорваться на оккупированную территорию Молдавии, снова начали оказывать частям Красной армии помощь в разведке, а также провели большую работу по подготовке и проведению весенних полевых работ в прифронтовых селах Аргеевского района. 3 июня 1944 года второе молдавское партизанское соединение было расформировано. За время боевой деятельности с 5 сентября 1943 года по 28 февраля